Здравствуйте друзья! Выбор фотоаппарата для новичка целая проблема. Все это потому, что маркетологи нас страшно одурачили. На самом деле все очень просто. Если вы хотите купить первый фотоаппарат, вам нужна самая дешевая зеркалка с самым дешевым объективом с фокусным расстоянием 50 мм. Сегодня, друзья, нет полупрофессиональных или непрофессиональных зеркальных камер. Самая дешевая зеркалка сегодня является супер профессиональным аппаратом. Самая дешевая зеркалка сегодня превосходит по разрешающей способности пленочный аппарат. На любую самую дешевую зеркалку можно сделать шикарную работу для огромного бигборда. Поэтому лучший выбор для новичка – это самая простая зеркалка с самым простым объективом с фокусным расстоянием 50 мм. Если вдруг вы сомневаетесь, а не купить ли мне вместо дешевой зеркалки навороченный цифрокомпакт за те же деньги, не сомневайтесь. Цифрокомпакт – это очень несерьезно. Цифрокомпакт можно купить только в том случае, если у вас есть розовая кофточка, розовые туфли. Тогда можно купить розовый цифрокомпакт, он будет подходить вам по цвету. Других здравых доводов в пользу цифрокомпакта в природе не существует. Главное отличие цифрокомпакта от зеркалки в том, что у зеркалки съемный объектив. А у цифрокомпакта объектив встроенный и очень плохой. А объектив, между прочим, это главная часть фотоаппарата. Именно объектив рисует изображение. Фотоаппараты часто продаются уже с объективами. Эти объективы называются китовыми. Это очень плохие объективы, их нельзя покупать. Надо покупать отдельно фотоаппарат и отдельно объектив. Какой именно объектив нужен новичку? Однозначно, друзья, новичку нужен объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Шикарный объектив, правда без автофокуса, стоит 10 долларов на барахолке. И на этот объектив уже можно сделать шикарную фотографию, которая украсит собой обложку любого глянцевого журнала. Стоят такие объективы копейки и через очень дешевые переходники устанавливаются на любую современную камеру. Это прекрасный выбор для новичка. Таким образом, супер высокохудожественные, супер качественные снимки можно делать на самую дешевую зеркалку за 300 долларов, с объективом за 10 долларов. Конечно, чтобы не настраивать фокус вручную, стоит потратиться на объектив с автофокусом. Стоит 50 мм объективу с автофокусом в районе 100 долларов. И при этом это прекраснейшие объективы, друзья. Какого именно бренда выбрать фотоаппарат? Лидеров три. Это Nikon, Canon и Sony. Кого из них выбрать, решать только вам. Покупку других брендов для новичка я считаю просто чудачеством. Весь перечень параметров, в котором запутается любой новичок, не значит ничего. Из всех этих параметров важны только два. Размер матрицы и качество видео. Все самые дешевые зеркалки умеют сегодня снимать видео такого качества, что превышает разрешение вещательного телевидения в несколько раз. На самую дешевую зеркалку сегодня можно снять шикарный клип для любого топового музыкального канала. Для примера можете посмотреть мой шоу-дил. Он снят частично на Canon 550, частично на 3-й марк. И ни один спец разницы точно определить не может. Часто обсуждаемый вопрос – размер матрицы. Матрицы бывают стандартного размера и уменьшенные, кропнутые. Я вас уверяю, друзья, если вы новичок и купите дорогую камеру с полной матрицей, вы даже не почувствуете разницу. Если вы профессионал, вы прекрасно знаете, что практически нет задач, которые можно выполнить на полной матрице и невозможно выполнить на кропнутой. Поэтому и размер матрицы, особенно для новичков, мы запишем в параметры малозначимые. Сейчас вы увидите мои работы. Все они сделаны на Canon 550. Это мой любимый фотоаппарат. У меня есть и другие, но этот не будет жалко, если с ним что-нибудь случится. И поэтому он всегда со мной. Ему уже 6 лет. Я почти каждый день что-то на него снимаю. На нем уже отклеились резинки. Он потертый, много раз падал, но работает безотказно. А если ваш фотоаппарат стоит 5000 долларов, его жалко. Вы боитесь лишний раз выйти с ним из дому. Он лежит, вы не практикуетесь. И так вы никогда не станете профессионалом. Это происходит с большинством современных фотографов. Фотоаппараты у них очень дорогие, а фотографии очень убогие. Ничего не выдумывайте, друзья. Покупайте самую простую зеркалку, самый простой 50-миллиметровый объектив. И этот набор удовлетворит сегодня потребности любого начинающего фотографа. В следующем выпуске я расскажу вам, как проверить фотоаппарат при покупке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!